Службу уголовной исполнительной системы я начал в сентябре 1982 года в Грозенской воспитатель-трудовой колонии в должности начальника отряда. Тогда еще наша система входила в состав МВД. Проработал я в ГВТК до 1994 года, до известных событий нашей республики. В 1999 году я поступил на службу в Курчевоевске РОВД и проработал там в должности начальника штаба до 2002 года. В 2006 году я обратился к генерал-майору Ирисхану Ализаиндевичу с просьбой восстановить меня на службе. Ализаиндевич был замечательным человеком и талантливым руководителем. Создал за короткий срок полноценное управление в федеральной службе и исполненное наказание по Чеченской республике. Помню, в 2008 году участились переводы ИК-2, поселок Чернокозово, осужденного из других регионов нашей страны. Но эти осужденные, которые прибыли в республики, начали наслаждать мировские традиции. Тогда Ализаиндевич нас, сотрудников воспитателей, вызвала к себе и поставила задачу сделать основной акцент на воспитательную работу с привлечением представителей духовного управления республики, сделать основной акцент на духовно-нравственное воспитание осужденных. Такая работа была проведена. В результате обстановка в учреждениях за короткий срок изменилась коренным образом. Осужденные поняли, что воровские традиции, они противоречат основным канонам Корана. Руководство УФСИН России по Чеченской республике очень много делает для улучшения материальной базы воспитательной службы. Большое внимание уделяет правственному материальному обеспечению и материальному положению сотрудников. С 2008 года наша система потерпела большие изменения. В 2009 году я ушел на пельсию, а вот сейчас вижу, какие большие изменения. Отрадно отметить, что воспитательный процесс постоянно усовершенствуется, применяется более современные методы работы с учетом технического прогресса. Говоря о современных буднях воспитательной службы УФСИН России по Чеченской республике, хотелось бы отметить, что сделано очень много. Это организовано обучение осужденных в высшем учебном заведении. Примечательно, что двое из них на бюджетной основе. Материальные бытовые обеспечения, воспитательные работы с каждым днем все улучшается, совлеченно строится. В ФКУ ИК-2 в каждом отряде имеется обустроенная спортивная площадка. Кроме того, на территории учреждения имеется спортзал. В ФКУ КП-3 также оборудована спортивная площадка. Имеется и волейбольное поле, и футбольное поле. В ФКУ СИЗО-1 оборудована площадка для осужденных, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обеспечению. В ФКУ СИЗО-2 оборудована спортплощадка в прогулочном дворе. Воспитательные работы с осужденными, в том числе с несовершеннолетними учреждения УФСИН России по Чечне, проводятся на должном уровне. Хотелось бы поблагодарить сотрудников воспитательной службы Это тот огромный вклад, который они вносят в дело совершенствования воспитателей работы с осужденными. Спасибо большое. Ребята достойно продолжают делать своих предшественников. Продолжение следует...